Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер. Видео с Анной Сми. И сегодня я хочу с вами обсудить тему, которая, ну, может быть, знаете, покажется вам незначительной, такой не очень важной, не всех она интересует. Но если смотреть на этот вопрос, так сказать, глубже и шире, то, в общем-то, он затрагивает многие пласты нашего общества, нашей культуры и так далее. нашего воспитания. Мне пришел комментарий по поводу, ну, вот на последнее видео, где я рассказывала про свои любимые шали. Да, я упомянула такой момент, что я не обрезаю бахрому, что я ношу с бахромой, потому что это для меня шаль, это произведение искусства. И пришел такой комментарий от женщины, которая посоветовала мне дорасти, до того момента, чтобы убрать, срезать бахрому. И как следствие, шаль будет носиться чаще, и это удобнее. И вот я задумалась на эту тему, я ответила женщине о том, что, вы понимаете, дорасти до чего? Мы с вами видим шаль. Мы знаем, что она из себя представляет. Мы знаем, что это произведение искусства. Но вот в этом как раз ваше отношение к этому произведению искусства. Что вы, к сожалению, не доросли до него. Или в вашей гардеробе, в вашей коллекции она появилась случайно. Да, бывает так, что случайно мы с вами приобретаем не те вещи, мы пытаемся адаптировать. Иногда эти вещи выходят из строя, в том числе, например, шаль. Я могу понять, когда, допустим, у вас шаль, чтобы срезать бахрому, допустим, бахрома пришла в негодность. Она испортилась, она стала не очень красиво смотреться. Тогда вы можете спокойно убрать эту бахрому. Но, да, бывает ещё так, что, допустим, у вас первый опыт. Вы купили шаль, вы ещё, так сказать, не очень опытные в ношении, вам неудобно. Но бывает так, что, да, чтобы как-то адаптировать её к себе, приходится делать такие манипуляции. Но если вы сознательно идёте в магазин, выбираете новую красивую для себя шаль и прекрасно понимаете, что вы там срежете, там уберёте, там подрежете, то мне тогда непонятно, зачем покупать шаль, чтобы её потом кромсать, чтобы потом изуродовать произведение искусства. Вы понимаете, это вот своего рода какое-то такое мышление, это своего рода извращение, я считаю, что человек сознательно знает, что он искромсает шаль, что он её упростит, упростит. Так до чего здесь можно дорасти? Скорее, дорасти нужно до ношения шали, до осознания и понимания, что это художественная ценность, это художественная ценность. И вы понимаете, так можно зайти очень далеко. Откуда у нас берутся вандалы? Вандалы – это те люди, которые портят произведение искусства. Так как у нас Санкт-Петербург – это большое культурное столетие, у нас очень много памятников от архитектуры, культуры, местопримечательностей, то вот у нас очень большое количество примеров, когда люди, например, забираются на памятник медному саднику, на медный садник и разводят там шашлыки. Или, допустим, кому-то что-то не понравилась скульптура в Петергофе, и эту скульптуру свалили. В Павловске, допустим, что-то не понравилось ограждение. Или львы на итальянской лестнице. Ограждение сломали, а львов на итальянской лестнице облили краской. И вот вы понимаете, то есть, да, допустим, нам что-то не нравится. Вы понимаете, не каждый человек может оценить произведение искусства. Не каждый, не каждому это дано. Не каждый может. Но есть шанс, вы понимаете, если вы будете образовываться, если вы будете больше читать, размышлять, смотреть, вам это будет ближе и понятней. Да, наверное, не у всех у нас есть антиквариат и коллекции. И, в общем-то, достаточно просто купить за пять тысяч шаль, нацепить её на себя, и, в общем-то, так носить, приобщаться к искусству. А потом ещё её обкромсать на свой лад. Упростить, облегчить, приспособить под себя. Да, в общем-то, вы купили, заплатили свои деньги, делаете всё, что хотите. Но я хочу подчеркнуть тот факт, что это не то, чем нужно гордиться. До любого произведения искусства нужно именно дорасти. До прослушивания классической музыки, симфонической музыки, балета, оперы. До созерцания живописных полотен. До умения вообще увидеть эту красоту. Не забраться на памятник и не обняться со статуей. Зачем вы обнимаете статую? Обнимаете близкого человека, любимого человека, живого человека? Зачем вы обнимаете статую? Зачем вы позволяете своим детям забираться на памятники архитектуры? И вот родители смотрят и умиляются. А потом, вот впоследствии, вырастают вандалы, которые приходят на банковский мостик и снимают по золоту. Или портят, чертят, что-то пишут на крыльях грифов. Или, допустим, даже вот возьмём с вами любой спальный район. Зачем вы портите общественный транспорт, сиденье? Зачем вы там что-то вырезаете, что-то пишете? Зачем на электричках в окна изукрашиваете? Или что-то ещё. Зачем вы ломаете то, что сделано? Зачем вы ломаете и портите остановки? Выбиваете стёкла, рисуете там какие-то свои иероглифы. Что это? Что это? Это от того, что мы с вами упростились, адаптировались, приспособились к себе. То есть мы, я хочу сказать, напрасно вы, друзья, не смотрите чтение о Юрии Тимирканове. Мудрейший человек, умнейший человек. И вот он говорил о том, что, в частности, музыка, она возносит человека над миром. Она раскрывает душу человека. Она даёт знания, понимание, созвучие музыки. И вот я читала книгу Юрия Тимирканова «Монолог». И вот Юрий Тимирканов, Юрий Хатыч пишет о том, что одна из женщин уже в пожилом возрасте говорила о том, что эта музыка, посещение концертов, филармонии продлила ей жизнь. Созерцание памятников архитектуры. Так можно сказать, давайте с вами подрихтуем Леонардо да Винчи. Потому что, ну как, надо же его адаптировать под себя. Давайте, вот, допустим, снесём какую-нибудь колонну, да, так сказать, чтобы было понятнее, что это за произведение архитектуры. Давайте ещё что-нибудь. То есть, например, люди, которые пережили Великую Отечественную войну, разруху, которые спасали своей жизнью, своим трудом, своими бессонными ночами, своим здоровьем. Они спасали памятники архитектуры. И мы можем сказать это о всех людях, которые работали в музеях-заповедниках, в музеях в Эрмитаже, в Павловске, в Петергофе, в Царском селе. И таких людей по стране масса, которые радеют за восстановление культуры, искусства, за поддержание её в прекрасном состоянии, за приобщение людей к этому миру, искусства. А мы с вами хотим всё упростить и адаптировать под себя. Наверное, надо не упрощать, резать, кромсать, да, обрезать. А, наверное, нужно тянуться к знаниям, созревать, думать и с уважением относиться к произведениям искусства. В частности, к Павлово-Пасадским шалям. Если вы их не можете носить, если вам неудобно, вы можете выбрать альтернативу. Павлово-Пасадские платки, они разнообразны. Вы можете выбрать платок без бахромы, вы можете выбрать палантин, платочек разных размеров. Зачем уродовать шали? И тем более об этом открыто заявлять и делать вид, что так должно быть. Нет, друзья, так не должно быть. Не должно быть так, что новая шаль будет изуродована вашими руками. Вы понимаете, есть какие-то пределы, есть какие-то полагающие моменты, идеи, которые держат нас. Вы понимаете, и вот это упрощение, упрощение в литературе, упрощение, допустим, в технических науках. А зачем мне это знать? Мне это в жизни не пригодится. Друзья, если бы вы могли знать, что вам в жизни пригодится, и вообще в жизни надо учиться, если вы остались на уровне общеобразовательной школы, и вы ничего не читаете, ничем не интересуетесь, никак не развиваетесь, а относитесь к людям адаптированным, которые могут подо всё адаптироваться, но вы слишком простая, примитивная личность. И вы знаете, в порой погоне за количеством мы теряем чувство ценности, теряем чувство качества, именно ценность того, что мы имеем. Может быть, не нужно иметь огромное количество вещей, в частности, Павлова, Пасадских платков. Может, надо задуматься о том, что каждый из них – это предмет культуры, у каждого есть свой художник, у каждого художника есть своё мировоззрение. Может, вот на эту тему подумать, и то, что вы будете кромсать, обрезать труд, ручной труд женщин, мастериц, которые это всё плетут. Ведь шаль, она задумана именно таким образом, тем она и отличается, да, её рисунок, её размеры, её колористика, её уникальная шерсть, её вот эта пятерядная бахрома, которую вы хотите беспощадно срезать. И считаете, что это правильно, и что считаете, что это... От этого вы будете чаще и легче вам будет носить, вы знаете. Ну, наверное, нужно дорасти. Дорасти всё-таки до ношения шали. И если вы не готовы, то лучше этого не делать. Не надо кощунствовать, не надо издеваться над произведением искусства. И тем более не нужно это афишировать. Понимаете? Так что... Учитесь, друзья мои, учитесь. Познавайте новое в любом возрасте. Обогащайте свой жизненный опыт. Узнавайте что-то новое. Читайте. И, кстати, я хочу вам просто порекомендовать и именно обратить ваше внимание на те видео, которые я записала о Юрии Хатувиче Тимирканове. Опытном, мудром, интересном человеке, который прожил долгую, насыщенную жизнь, который много понял, многое переоценил. Если у вас есть такая возможность, приобретите эту книгу-монолог. Ну, а если нет, то хотя бы почитайте. Послушайте моё чтение. Я думаю, вам будет это очень интересно и полезно. Тогда вы научитесь ценить, ну, хотя бы приблизитесь к тому, чтобы правильно оценить то, что нас окружает, то, что у нас есть. А у нас есть много чего. Было бы желание это узнать. С вами была Анна Смит на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк, пишите, пожалуйста, что вы по поводу этого думаете. Я думаю, что человек, это гомос сапиенс, человек разумный, но разумность его должна заключаться не в том, чтобы удовлетворять свои какие-то основные потребности, поесть, попить и тому подобное, но ещё и развивать свой мозг. Развивать свой мозг. Всё зависит от нас, всё в наших руках. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»